На 3 рубля дороже станет проезд в городском общественном транспорте с 1 августа. Для перевозчиков это хорошая новость, а жители уже начинают подсчитывать затраты на транспорт. Что заставило чиновников прибегнуть к столь непопулярным мерам, узнал наш корреспондент. Главная новость августа стала популярной еще в июле. Чиновники озвучили новые тарифы на проезд в общественном транспорте. В больших автобусах с 1 числа следующего месяца теперь придется заплатить 15 рублей, собственно, как в трамвае и троллейбусе. В маршрутках этот транспорт всегда дороже – 17 рублей за билет. Приходится время передвигаться на автобусе в маршрутках. Если передвигаться каждый день, то, конечно, это существенный трат для некоторых людей. Не все могут себе позволить, например. Ну, ничего хорошего нет, конечно. То, что поднимается, это всегда плохо. Чего там? Для простого человека всегда плохо. Не для пенсионеров нехорошо, не для молодежи. Ну, плохо, конечно, а что делать? Пенсионерка Нина Петровна услугами перевозчиков пользуется постоянно. Говорит, и сейчас денег на транспорт не напасешься. А уж когда поднимут стоимость проезда, придется вовсе считать каждую копейку. Конечно, это будет накладно. Я езжу часто. Конечно, не очень выгодно. А уже на пенсию. Конечно, очень плохо. Ну, как можно относиться? Так все подорожало и еще подорожает. И маршрутки подорожают. У перевозчиков причины, как всегда, одни и те же. Резкий рост цен на топливо и расходные материалы. Запчасти на автобусы подорожали на 40% по сравнению с 2012 годом. Цены на солярку и бензин возросли на 25%. Все товары, те услуги, которыми мы пользуемся, они все возрастают ежегодно. А некоторые позиции, например, по топливу, они понемножку, но ежемесячно идет рост. Грядущее изменение тарифов что даст? Даст в какой-то степени экономическую стабилизацию в предприятии. И компенсируют те потери, увеличение потерь финансовых предприятий. Какое-то время перевозчики держались на субсидиях от государства. Однако с ростом цен объемы поддержки не увеличились. А техника, тем временем, требует надлежащего содержания. Уже дошло до того, что получаем мы новые марки машин, автобусов. Они также требуют дополнительных средств, то есть вложения денежных. Это и запасные части, плюс обучение нужно проводить с персоналом по новой технике. Соответственно, и требуется повышение тарифа. Потому и возложили решение вопроса на карманы пассажиров. Причем многие, кто раньше пользовался льготами, с октября текущего года их лишатся. Например, теперь отменяется единый проездной билет для школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. С 8 числа проездной на один вид электрического транспорта, а также на городской автобус, будет стоить по 150 рублей, а на два вида трамвай-троллейбус 175 рублей. Станислав Жижин, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.